Долгожданная встреча. Школьницы из МИАСа, мечтавшие о собаке, наконец подарили Алабая. Чтобы накопить на щенка, 10-летняя Ева Зеленкова продавала ягоды и овощи на рынке. Но после репортажа «Времени новостей» заводчики из Еманжелинска решили отдать девочке одного из своих питомцев бесплатно. Спасибо, что они мне подарили такого щенка. До этого момента Ева своего щенка видела только на записи с телефона. Алабай был новорожденным. Отлучать его от матери и перевозить в МИАС было нельзя. И вот теперь, спустя полтора месяца, малыш подрос и девочка смогла забрать домой нового друга. У заводчиков было 11 щенков. Ева выбрала самого светлого. Назвала его лидером и сразу отвезла к местным собаководам. Те смотрели Алабай и прописали ему особую диету. Кормить щенка нужно сырым горечком. Я купила щенку сырое мясо, сухое молоко, кашу, рис, гречка. Я варю ему на сухом молоке, он ест, воды ему наливаю. Ева уже купила для нового друга ошейник, поводок и витамины. Лидерские качества щенок уже принял. Так он мужественный щенок. Ничего не боится, никого не боится. Уже с кошкой, правда, подрались. Оба получили, но ничего. На любой шорох, шум он уже голос подает, он рычать начинает. Если даже его кошка к тарелкам не подпускает, он тоже начинает рычать. Свой мини-бизнес девочка оставлять не собирается. Планирует и дальше продавать ягоды по 50 рублей за лидерко, чтобы накопить на прививки для щенка от бешенства и чумки. Их нужно поставить уже в сентябре. На это потребуется около 1000 рублей. Продолжение следует...